Здравствуйте! Сегодня я, как и обещала, сниму обзор законодательства в плане материнской помощи, поддержки, пособия на детей на Украине, в России. Как было, что стало, где лучше, не лучше, решать, конечно, вам будет по итогу. Ну, я вас поделюсь своим опытом. Как вы знаете, у меня трое детей. Первая дочка родилась в 2009 году. На тот момент пособие ежемесячное на ребенка было 150 гривен. И плюс поддержка на рождение ребенка первого выплата составляла порядка 11 тысяч гривен. И разовая из этой суммы была 4 тысячи гривен, плюс декретная получала на тот момент 5 тысяч гривен. И в общей сложности выходило порядка 10 тысяч перед родами сумма. Получается, перед родами и после, вернее, так скажем, вторая сумма 4 тысячи гривен была после родов, выплачивалась. Я на тот момент себе могла себе позволить купить за эти деньги на аутбук, холодильник. И, ну, конечно, что-то оставалось. Коляску мы тогда покупали новую, универсальную за 600 гривен, в которую потом у меня все дети объездили. Потом, значит, второго ребенка я родила в 13, в 11 году. И на тот момент я, значит, получала 25 тысяч гривен. Разовая, это было порядка 7 тысяч, остальное в течение трех лет должны были мне выплачиваться. Нет, не трех, а двух. На первого ребенка до года остаток разбрасывался, на второго до двух лет. На третьего ребенка выплата составляла в 13 году, когда он у меня родился, 116 тысяч 640 гривен. Разовая из этих я получала после рождения ребенка 9720 гривен. Ежемесячно 1485 гривен. До ноября 2014 года я получала вот эти деньги на Украине. И по 150 гривен. Ну, это до 6 лет мне сумма должна была идти, как на третьего ребенка. И по 150 гривен ежемесячно. Вот, плюс. Значит, 10 этих тысяч, которые получила, и плюс декретные 5 тысяч, я тогда могла себе позволить купить на декретные 5 тысячи. Я, там, постельное какое-то покупала, там, подготовка к родам, все. А 10 тысяч у меня ушло на двухъярусную кровать, два ортопедических матраса, посуда с нержавеющим. И еще и стали, значит, кастрюли хорошего качества. Вот, потом я себе, детям, опять-таки, мы покупали горку с качелькой во двор. Уже не помню, что-то еще брали. В общем, еще оставали деньги. Вот, такую сумму. Вот, приличная была поддержка все-таки. И на продукты у меня тогда ежемесячно уходило порядка 1200 гривен. Плюс, так как у нас семья считалась малообеспеченной, нам еще государство доплачивало полторы тысячи ежемесячно. То есть, общая сложность только, поддержка государства составляла порядка 5000 в нашей семье. Нас, как бы, это все, конечно, устраивало. В общем-то, ни в чем себе не отказывали. В 2014 году, когда в июле месяце внесли изменения в законодательство, значит, 150 гривен отменили. И с тех пор, вот, по сей день, значит, составляет сумма на каждого ребенка уравняной, хоть первых, хоть вторых, хоть третьих, хоть какой угодно, 41 280 гривен. Разово выплачивается после рождения ребенка 10 320 гривен. И оставшаяся сумма в течение трех лет в размере 860 гривен. Это при тех-то условиях, что сейчас, при таких ценах. В 2014 году мы находились еще в Запорожской области, проживали. Пока я в декретном отпуске была, у нас там был домик. В 2014 году вернулись домой, когда все случилось на Украине. Это вот Майдан. Нас тогда еще пугали, заберете свои документы на пособие в Крым, вам там платить перестанут. Но власти в Крыму задержали свое слово. И все, что законодательством нам было обещано, нам все оставили. То есть я до сих пор получаю в эквиваленте тем денег под 5500 до 6 лет на своего младшего ребенка. Вот, потом, значит, то, что я могу сказать по Украине, да. Давайте перейдем к российскому законодательству. Те, кто с 1 января 2015 года в Крыму уже рожал детей, все подпадали полностью под российское законодательство, соответственно. Ну, вот, что еще хотела сказать по Украине. Вот, для интереса зашла на сайт на украинский, посмотрела, по чем сейчас коляски. Коляска от 6 тысяч гривен универсальная. Вот, получить пособие детское, да, вот, разово 10 тысяч, отдать 6 тысяч гривен за коляску. Не знаю, конечно, дороговато, как мне кажется. Вот, потом, давайте по российскому законодательству сейчас. Я вообще вот нашла два сайта, и где вот по размерам пособий, по их выплате можно почитать. Я ссылочки, особенно вот по российскому, хорошо расписана. Вот, сайт декретные пособия.молодаясемья.ру Это очень все хорошо расписано. Оставлю ссылочки внизу под видео. Кому интересно, можете более подробно почитать. Я вообще сейчас по российскому законодательству пробегусь как по работающим матерям, потому что я как бы сама работающая была и работаю по сей день. Вот, мне удобнее как-то по этой категории лиц разговаривать. Все остальное вы можете сами ознакомиться, почитать. Вот, значит, по России. Что у нас в России, да? Ну, во-первых, идет пособие декретные, да? Декретный отпуск оплачивается за 140 календарных дней в среднем и производится в размере 100% среднего заработка. Также доплачивается, если встали на ранних сроках беременности на учет до 12 недель, 581 рубль 73 копейки. Вот, потом, значит, выплата до полутора лет. До полутора лет с официально трудоустроенным гражданам необходимо обращаться за получением выплаты по месту работы. По завершению отпуска по беременности и родам размер пособия для них составляет 40% от среднего заработка. Причем не ниже, чем у неработающих. Вот, потом, значит, какие выплаты еще есть? Как я уже говорила, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вступившим на учет в медицинское учреждение на ранних сроках беременности, единовременное пособие по рождению ребенка. Далее, ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком за учреждением полутора лет. Губернаторские есть такие выплаты, но это от регионов зависит. Есть регионы, где до трех лет платят. В основном, конечно, до трех лет платится по 50 рублей, если человек хочет сидеть. Не знаю, зачем это, как насмешка, конечно. Вот, и есть понятие такое материальная помощь ребенку до 16 лет. Можете ознакомиться на сайте, что это и для кого. И материнский капитал, да. Значит, по поводу материнского капитала. Эта сумма составляет 453 тысячи 26 рублей. Получается сертификат. До трех лет им воспользоваться нельзя. Кроме как оплата за ипотеку. Значит, использовать его можно при определенных случаях. Покупка жилья. Капитальный ремонт жилья. Затем на обучение ребенка, причем даже в детском саду. И использование накопительную пенсию матери. Думаю расширять этот список. Мы посмотрим, что будет дальше. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет, я как я уже говорила, это сумма 581,83. Пособие по беременности и родам 100% от заработной платы. Единовременное при рождении ребенка 15 505,12 рублей 65 копеек. Ежемесячное по уходу полутора лет минимальное 5 817 рублей 024 копеек. Материнский капитал 553,026 копеек. Ну и все остальное вы можете сами ознакомиться. Спасибо за внимание. Дальше увидимся.